Аня, спасибо тебе большое, что ты у меня переночевала. Да уж. Всю ночь провела, обороняя холодильник. Но ты же понимаешь, я волнуюсь, у меня конкурс на носу. Но если бы не ты, я бы себе, наверное, килограмма три за ночь на бедра нажала. Настя, не держи себя в руках. Ладно, сейчас кофе допью и побегу. Куда? Твой босс все равно раньше обеда на работу не приходит. Расслабься. Ну, вдруг что-то срочное. Ну, что может быть срочное? Все так и бросились тебя искать. Андрей Морозов. Французский поцелуй. Новая любовь. Анна Беляева. Слушай, а папарацци просто гениальный. Он так передает чувства. Ты на фотографиях лучше получаешься, чем я. Да потому что я не позировала. Мне действительно было с ним хорошо вместе. И на работу я раньше ходила, как на праздник. А сейчас совсем идти не хочется. Все, я ему позвоню, извинюсь. Ну, я сама ведь виновата. Никогда не звони. Он когда с Вероникой по Парижу прогуливался, звонил тебе? Ну, кто-то ведь должен сделать первый шаг. Вот пускай он и делает. Пускай извиняется. Подарочки тебе дарит. Ты что больше хочешь? Квартиру или яхту? Да не будет он никакие подарочки делать. Он гордый. Гордый, не гордый. А на коленях все равно приползет. О, твой принц. Легок на помине. Подожди, не бери. Ты уверена? Конечно. Вот. Теперь можно. Только построже с ним. Алло. Ну, все, это надолго. Привет. 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 КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как дела? У меня хорошо, спасибо. Я не молчу, просто не знаю, что сказать. Ну, захожу в офис, смотрю на пустой стол, за которым ты сидела. Ань, Ань, прости меня, я не знаю, что на меня тогда нашло. Как-то наговорил, не знаю, был не в себе, я виноват. Может, дашь мне шанс? Да, я в офисе. Сейчас приедешь? Ну, ничего, я не ожидал, просто, да, хорошо, жду, спасибо, целую. Угу. Привет, доброе утро. Не хочу тебя расстраивать, но оно совсем не доброе. В смысле? В смысле? Ровно в восемь утра. Приехала пожарная проверка. Я тебя все понимаю. Приехали, не предупредили, без звонка тоже понимаю. Нашли нарушение. Тоже понимаю, но как только они уехали, через пятнадцать минут приехали люди из министерства. И что? Ничего хорошего. Они пошли в лабораторию и обнаружили, что в некоторых лекарственных препаратах мы используем запрещенные те азиды, которые запретили вчера. Так откуда ж мы могли знать, если запрет ввели только вчера? А я им так и сказал. Они мне сказали, что незнание закона не освобождает от ответственности. Так в России каждый день что-нибудь запрещают? Угу. Но это еще не все. Ну и куда это мы засобирались? Настя, остынь. Ну, ты ж знаешь, как это бывает. Услышишь голос и готова лететь на крыльях любви. Ну-ну. Давай. Как собачка. Хозяин позвонил, и ты побежала лизать ему руки. Всю жизнь так будешь бегать. Угу. Завидуй молча. Я самая счастливая женщина на свете. Беги, беги. Только поводок не забудь. Да успокойся ты, что ты мечешься. Это обычная ситуация для бизнеса в этой стране, которая называется Россия. Они почувствовали деньги и все поехали. Ситуация временная. Успокойся. Мало нам пожарных, министерской проверки. Так к нам еще прибывают гостехнадзор, Роспотребнадзор, госнаркоконтроль. У меня складывается впечатление, что нас хотят проверить все контролирующие органы, которые только существуют в России. Да. Хорошо. Да, сейчас буду. Что случилось? Опечатали лабораторию. Кто? Ростехнадзор. Ростехнадзор. Что значит опечатывают? Так, ладно. Я, я поехал в лабораторию. Попробую договориться с ними, чтобы они пускай проверяют, но только, чтобы не останавливали производство. Ты, если что-нибудь будет происходить, сразу звони мне. Конечно. Алло. Алло. Да, да, да. Он едет к вам, да? Да. Сработано неплохо, да. Не-не-не, по ситуации. Ага. И как можно было мне подарить на день рождения кухонный комбайн? Что мне с ним делать? Она меня совсем не уважает. Что дороже, я или футбол? Как это вообще можно сравнить? И вообще, если такой выбор, я, наверное, предпочту футбол. Если она еще хоть слово скажет про моих друзей, вышвырнули ее из дома вместе с ее канарейками, достали. Я уже третий месяц, и не высыпаюсь. Что бы мужчины ни говорили, ни думали, без нас, женщин, они никуда. Детьми они ждут от нас защиты, в просвете сил покоряют наши сердца, мужчины в закате ищут уверенности с молоденькими, старикам требуются сиделки. Как бы мужчины не сопротивлялись этому, их мир держится только на нас. И они еще смеют нас обижать. Малыш, ты чего такой расстроенный? Я потерялся. Потерялся? А с кем ты пришел? С папой. Конечно. Кто еще мог потерять собственного ребенка? Только мужчина. Вот малыш и зовет маму. Ну, что я говорила, мужчины без женщин никуда. Так, все, не плачь. Как тебя зовут? Саша. Саша, сейчас мы найдем твоего папу. Нет, 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 только через мой труп. Вы понимаете, что вы прекращаете важнейшие научные исследования, от которых зависят жизни тысячи людей? Я не прекращаю, а лишь временно приостанавливаю. Как только нарушения будут устранены, вы можете сюда вернуться и продолжить ваше исследование. А пока проводите ваши опыты где-нибудь в другом месте. Вас же я не арестовываю. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Скажите, мы можем забрать хотя бы наши документы? Да бога ради, ваши документы мне не нужны. Юшечка, у меня есть идея. Знаешь, раз они от нас не отстанут, мы можем продолжать наши исследования в другом месте. Где мы будем продолжать? Если лабораторию опечатают, где? У меня есть идея. У вас есть три дня для того, чтобы перевести лабораторию в порядок, соответствующей нормам безопасности. В противном случае будет опечатана не только лаборатория, но на вас будут наложены штрафные станции. Надеюсь, вам это понятно? Да, конечно. Да, 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 да. Нам все подчинят. Вот и отлично. Алло, да. Да, да, все по плану. Сейчас будем составлять акт. А с вами я еще не закончил. Я с вами тоже еще не закончил. Да, да, конечно, конечно. Никаких поблажек развели тут, понимаешь. Побежали. Надежда, держи. У тебя флешка. Так, вот эти вот документы. Так, теперь крысы. Куда мы с крысами-то денемся? Мы поселим их у меня в ванной. Коэффициент скольжения не даст им оттуда выпугнуть. Чего? Шучу. Я думаю, продолжать мы должны у меня дома. Это конфиденциально и безопасно. Но мы же не можем оставить наш эксперимент. Что? Ты, как пламенный революционер. Бореть за свободу. Чи Гевара. Мне нравится твое предложение. Вот видишь? Так, пока нас никто не засел, побежали. Пойдемте. Все. Отпуск. Наконец-то. Главное, чтобы жена на хвост не упала. Нормально, вчера посидели. Но на всякий случай надо сделать анализы. Ну, вот и загнулся в карбюратор. Дотянул. Теперь на неделю точно без машины. Хотя в этом тоже есть свои плюсы. Господи, куда же он делся? Если с ним что-то случится, я себе этого не прощу. Вот он. Слава Богу. Нет. Не он, а... Молодой человек, это вы ребенка потеряли? Вот папа. Папа. Ну, вот и папа. Страшка, ты слава Богу. Я так перепугался. Спасибо вам большое. Все только тебе хорошенько, чтобы больше не убегал. Только вы, пожалуйста, его не ругайте и не наказывайте. Вы же тоже виноваты в том, что он потерялся. Следующий раз, будьте внимательнее. Тетя, вы волшебница. Почти. На, сестренка, не докрутила ты Морозова. Не докрутила. Париж даже не помог. Я сегодня слышал его просто душесчипательные разговоры с твоей очаровательной конкуренткой. С мартышкой. Послушай, называй ее хоть макакой. Но он намного больше сделал его успехом, чем ты. Он просто плакал. Плакал, просил прощения. Единственное, что его отвлекло, это крупные неприятности на заводе. Какие еще неприятности? Ну, которые я ему устроил. Он почувствовал, что такое бизнес по-русски. Топишь его фабрику? Ты хотела сказать мою фабрику? Нет, я хотела сказать нашу фабрику. В любом случае. Знаешь, Феникс должен умереть, чтобы потом возродиться. Так, ну хорошо. А если без этих твоих мифологических историй? Можешь мне объяснить, что ты затеял? Аппарат абонента выкручен или находится вне зоны действия. А, на силу тебя нашел? Да. Слушай, в твоем кабинете окопался какой-то черт в очках. К счастью, это единственное место, которое пока не захватили. В моем кабинете налоговая, по этажам ходят пожарники, а в производственных цехах вообще все инстанции города Москвы. Ты-то что пришел, Сереж? Да у меня все из рук вон плохо. Звонили из Новосибирска, отказываются сотрудничать. Модели разбегаются кто куда. Одна замуж выходит, другая конкурентом ушла, третья вообще беременна. От тебя? Да сплюнь. В общем, крышка мне. Да, сочувствую. Помоги, брат. У меня теперь одна надежда на Шилова. Сереж, я же недавно отдавал тебе деньги. Деньги, как оказалось, это не гарантия успеха. Вы же с ним свои люди. Попроси его об одолжении, он тебя послушает. Подожди. Я как брата прошу. Подожди, Сереж. Мы с Шиловым только деловые партнеры. Мы одолжение друг другу не делаем, это мешает бизнесу. Ты не драматизируй так. Ты отлично продаешь модели. Никуда Шилов от тебя не денется. Он отдаст тебе этот контракт, Сереж. Извини, Сереж, мне голова сейчас мимо другим длина. Фабрику практически забирают. Можешь решить это сам? Алло, Настя, привет. Привет, привет. Ну что, как встреча прошла? Да никак. Я пришла, а его нет. И телефон занят. Ну, что и требовалось доказать. Я же тебе говорила, слушай тех, кто в этом понимает больше. Не бегай за ним, как совраска. Мужики этого не любят. С ними надо поступать так же, как они поступают с тобой. Кинул тебя. Ты делаешь то же самое. Не отвечаешь на звонки, занимаешься своими делами. Пускай побегает. Давай, 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 цепляйся. Отиди сюда, мой хороший. Давай, прыгай, прыгай, прыгай. Пошел, клеточку. Так, хвостик убирай. В твоем доме числе, да, как в музее. Скоро выдавать тапочки. Да ненавижу убираться, поэтому стараюсь не мусорить. Вообще-то, знаешь, квартира холостяков всегда. Все продумано, все рассчитано, все в полном порядке. Потому что убирать-то некому. Да. Подожди. Давай, открываем, открываем. А, давай. А, давай. Нет, стой, подожди, подожди. А,ай, стой, 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 стой. У нас здесь. Я его зафиксирую. Ты что, умоляю тебя? Это же редкие палеоты прошлого столетия. Надя, редкая коллекция. Вот, вон, 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 вон. Она придает. Иди сюда, иди сюда. Вот, вон она. Вон, сюда, сюда, сюда. Вот, вот она. Подожди. Тихо, тихо, тихо. Тухо, тихо. Вот, он очень устойчивый. Ты что? Ой, ты ж без Петереева, ты что? Это же редкая коллекция, редкая коллекция фарфоровых статуэток. Это моя мама еще собирала, умоляю тебя аккуратно. Я не трогаю твои статуэтки! Ну, как же ты их не трогала, когда ты… Вот она! Ой, тихо. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, под диван, под диван. Она под диван, под диван ешь, побежала под диван! Стой! Дай, 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 дай! Я старую деться провода, парниша! Пожалуйста, проводишь провода. А так бить! Адюшечка, ну ты сам шершер. Ну, черт с ней с крысой, она сама захочет есть, но выйдет в конце как раз. Ну, хорошо, хорошо. Надо. Хорошо. Тихо, 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 тихо. Ах ты моя маленькая, ах ты хитрая. Да, ну, поскорься. Как она забралась? Вот, поскорься. Зато мы втроем. Создали тебе здесь необходимый творческий беспорядок. Да. Да, да. Который так приедет в жизнь? Да. Женщина способна превратить жизнь мужчины в один сплошной хаос. Мы изучили всю документацию и пришли к неутешительному выводу. на нынешнем этапе работа фабрики практически парализована. В связи с этим было принято решение приостановить дальнейшие финансовые вливания. Как? Ну, почему? Фабрика в полном порядке, это только временно и трудности. У вас на заводе даже своего кабинета теперь нет. Ну, это пока… Андрей Николаевич, вы нам глубоко симпатичны. Поэтому скажу вам, как это говорится, без протокола. Фабрика в том, что вас очень сильно трясут, а в России просто так это никто не делает. В этом случае лучше всего быстрее вывести все вложенные средства и отойти в сторону. Но официально… Официальная версия будет звучать так. Руководством инвестиционного фонда ваш завод признан бесперспективным. В связи с этим мы приостанавливаем все его дальнейшее финансирование. Повторюсь, приостанавливаем. Но как только вы решите все свои проблемы, фонд будет рад снова сотрудничать с вами. Нахты. Вот именно. Пердю. Зоя. Вера. Холодная. Жанна вообще пустышка. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да. Я. Да, звонил. Намечается кастинг. Да, конкурс. Вот хочу выставить своих девочек. Ага. Я хотел спросить, кто еще из агентств заявился? Да какие конкуренты? Ты же знаешь, у меня только догоняющие. Кто-кто? Марина? Ну да, бегала у меня на побегушках. А больше никого? Спасибо за информацию. Угу. Да, сочтемся. Пока. Вот же стерва. Вырастил, выкормил. Она еще и деньги у меня уволит. Ну и кто у меня остался? Ксения. Прекрасно. Даша. Замечательно. Лика. Ну это все ниша, Лиза. Откажется, Волкова и я вообще в пролете. Анжелочка, звезда моя, ты меня еще любишь? Подожди, ну подожди. У меня к тебе дело на миллион. Есть один хороший конкурс, который мы завтра обязаны выиграть. Ну, да какие конкуренты? Одни дилетантки. Ну ты же звезда. Да. Ну вот и умница. Все. Геотовься, будь в форме. Целую. Только за сегодняшний день это четвертое письмо от очередной инстанции с требованием предоставления доступа к нашим объектам для внеплановой проверки. Требуется ваша подпись. А сколько всего этих инстанций в России? Много. Должны же они когда-нибудь закончиться. Спасибо. Привет. Милое местечко. Хорошо устроился. Ой. Мне Денис позвонил, сказал, что у тебя проблемы. Я сразу приехала. Спасибо. Я это ценю. Правда. Честно признаться, я сначала немного испугался. Но Денис успокоил, сказал, что эти проверки это всего лишь, ну, обычное дело. Угу. Плохо вот только что инвестиционный фонд прекратил все финансирование по нашим проектам. Ну, я подумал, как говорится, что не убивает нас, то делает сильнее. Это всего лишь опыт. Мне так нравится твой оптимизм. Ну, знаешь, мне кажется, с инвесторами я могла бы тебе помочь. Мне кажется, что как минимум нужно сотворить чудо. Но ты же будешь не против, если оно произойдет. А я могу попытаться. Дай мне сделать один звонок. Алло. Алло, да. Здравствуйте. Соедините меня, пожалуйста, с директором инвестиционного фонда инноваций технологий. Вероника, ты себя нормально чувствуешь? Да, да. Это Вероника Шилова. Угу. Аркадий Петрович, у меня такой вопрос. Что за цирк? Алло. Мне необходимо, чтобы ты позвонил им в инвестиционный фонд и попросил их возобновить финансирование фабрики. Послушай, ты впредь забыла, с кем ты разговариваешь? Я уже пообещала Морозу. Ну, как я буду выглядеть? К тому же ты мой должник. Ну, давай, я прошу тебя, братец. Не подведи. Да-да, ну что вы, какие проблемы? Ну, откуда же вы могли знать, что я как-то связана с этой фабрикой? Да, да, Аркадий Петрович. Все, спасибо большое. Придавайте привет жене. До свидания. Ну как? Ну что, мне кажется, неплохо. Они сказали, что возобновят финансирование фабрики сначала частично, но это уже что-то. Как вам это удалось? Нам? Ну, просто у меня есть влиятельные знакомые. Их имена имеют магическую силу. Я не знаю, как тебя отблагодарить. Может быть оставить тебя в неоплатном долгу? А ты коварная. Черт. Совсем забыл. Алло. Аня. Извини, пожалуйста. Нужно было срочно ехать на завод. А тут такой балаган. Я не успел тебя предупредить. Прости, пожалуйста. Ну, как мне объяснили, это называется особенностью национального бизнеса. Но сейчас уже ситуация стабилизировалась. Спасибо. Спасибо добрым людям. Но до победы еще далеко. Аня. Да с фабрикой все будет хорошо. Главное, чтоб у нас все наладилось. Мы ведь с тобой даже по-человечески не помирились. Может быть встретимся? Нет. Сегодня я не могу. Очень много дел. Может быть завтра вечером? Хорошо. Все, договорились. Я тебе позвоню. Так. Два часа назад я закрыл эту лабораторию. Ну и что вы тут делаете? Вы хотя бы понимаете, с кем вы разговариваете? Послушайте, дамочка, да мне все равно с кем я разговариваю. А лабораторию я закрываю. Я опечатываю. Или может быть мне применить другие санкции? Нет, нет. Не нужно. А вы в курсе, что я лично знакома с вашим начальством? Вероник, пойдем. Видишь, не на всех действует твоя магия имен. Поищем нетронутую территорию. Денис Андреевич, вот договора на подпись, а это финансовый отчет главбух уже подписал. Спасибо. Надеюсь, остальные дела у нас в порядке, в отличие от нашего совместного российско-французского предприятия. Я слышала на фабрике какие-то большие проблемы, да? Я поражен вашей садовленностью. Ну, так это, ну, у меня просто мама в лаборатории работает. Мир тесен. Обложили. Ты знаешь, работать не дает. Да уж, ребята, молодцы, обложили. Отлично работают. А вы не знаете, что это они так все ополчились? Не знаю. План квартальный, наверное, выполняет. Или просто денег хотят. Делаю, что могу, но суждание будем о грустном. Сделай кофейку. Угу. Что она все вынюхивает, а? Неужели Морозов о чем-то догадался? Угу. 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 Так. Один жучок в телефонную трубку. И по одному в каждую из кодат. Чтоб сигнал был ученки пулем. Может, один сортир? Ты думаешь, там кто-то разговаривать будет? Сам с собой? По телефону. Где ты видел, чтобы человек в сортире по телефону разговаривал? Ну, я разговариваю. Вот поэтому ты в шестерках до сих пор и ходишь. Работаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я послушала его мысли. Он злорадствует. Но я не могу понять, почему. Надо позвонить Андрею и все ему рассказать. Ань, ну как ты себе это представляешь? Алло, Андрей? Ты знаешь, я только что залезла в голову Дениса и прочитала его мысли. Это вообще не телефонный разговор. Ну да. Ты права. А что делать? Так. Для начала ты должна с ним встретиться тет-а-тет и расписать ему все в красках. И сделать так, чтобы он тебе поверил. Черт. Марина меня убьет. Я опять на репетицию опаздываю. Кстати, твой босс бывает в офисе? А то когда же мне его охмурять? Настя, может это знак? Держись-ка ты от него лучше подальше. Да ну тебя. Передавай ему привет. Пламенный. Пока. Ты знаешь, я проанализировал ситуацию и понял, что это не простое совпадение. Все эти проверки, проблемы с инвесторами. Всему этому должна быть причина. Ну и ты знаешь какая? Я думаю, что да. Кто-то готовит рейдерский захват нашей фирмы. Я пока не знаю кто. Но знаю, что нужно звонить в правоохранительные органы. Подожди. Никуда звонить не надо. Почему? Потому что пока ты строил в догадке беспочвенные предположения, я собрал информацию. Да. Это недалеко от истины. Но это кто-то, один из влиятельных силовиков. Действительно хочет купить часть наших акций. Во-первых, они от нас точно не отстанут. Это эти говорят точно. А во-вторых, если мы к ним обратимся, нам от этого будет еще хуже. Подожди, это как получается? Это что, государственный рейдерский захват? Страна такая. Ну, что делать? Что делать? Ну, во-первых, мы можем с ними бороться, что, бессмысленно. А во-вторых, ну, можно им продать часть акций. Нет. Вот, акции я продавать не буду. Это мое последнее слово. Это исключено. Хорошо. Хорошо, я просто призываю тебя подумать. Вот и все. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Володя! Володя! Вова! Здрасте. Ты что, совсем оборзил? Дверь нараспашку оставил? А что, все вот это твое периканье с утра до ночи слушали? Я вроде закрывал. Зверьте. Ты умеешь что-нибудь нормально играть? При этом? В доме. Вдом... Эй! Периколка. Есть периколка. Дверь закрой. Тебе, как в родной лаборатории, Надюшечка, у тебя талант преобразовывать жилое пространство в рабочее. Ага. Ну, так сколько же я этим занимаюсь? Когда негде было ставить эксперименты, ставила у себя на кухне. Да? Однажды. Анька что-то наглотала сульфата и аммония, представляешь? Года три не было, да? Ужас какой-то. Ой. Да. Идюшечка, пей чай. Спасибо. Горячая куртка? Аккуратная. Как красиво. Стаканчики, подстаканники, салфеточки. А у меня на кухне все из рук валится. Меня Вовка до сих пор ругает, что я его ни разу в жизни по-человечески не накормила. А я подумал, что с того дня, как моя мама умерла, сегодня первый раз моя квартира, ну, как бы, ожила. Наверное, потому, что кто-то заговорил еще помимо телевизора. Кеша, тебе нужно избавляться от одиночества. Я вот этим работаю. Угу. Ты и крысы, что еще нужно для счастья? Два часа назад ты на меня кричал, что я внесла в твою жизнь хаос. Да. Уже два часа прошло? Да. Всего два часа. Мне кажется, мы уже столько лет живем с этими склянками, с этими крысами в клетке. Я уже почти закончила все дела. Ты придумал, куда мы пойдем? Дай мне спокойно доработать, а? Ну, вся. Пока. Тук-тук-тук. Привет, Шилов, у себя? У себя, но он занят. Ой, знаю я все эти занят, на совещании. Скажи ему, что это я, по безотлагательному и очень выгодному делу. Ну, хорошо. Я попробую, но только по старой дружбе. Денис Андреевич, к вам пришел Сергей Головин. Это брат Андрея Морозова. Владелец модельного агентства. Нет, ему не назначено, но он говорит, что он по безотлагательному и очень выгодному делу. Проходи. Привет. Добрый день. Проходи, присаживайся. Ну, чем обязан? Насколько вы знаете… Я? Говори мне, ты. А. Насколько тебе известно, я владелец одного из самых престижных модельных агентств Москвы… Почему не самого престижного? Ну, можно и так сказать. В общем, я в курсе, что ты ищешь агентство, чтобы найти достойную девушку для новой парфюмерной линии. Да, мы объявили открытый тендер. Вот. Я просто в этом бизнесе уже очень давно и знаю, что эти конкурсы, жюри… В общем, это трата времени и средств. Им можно найти лучшее применение. Я считаю, что мое агентство найдет тебе то, что ты ищешь, очень быстро, без всяких конкурсов и на выгодных условиях. Ну, почему бы и нет? Неплохое предложение. Но наше сотрудничество должно быть взаимовыгодным, не правда ли? Безусловно. Смотри, что я предлагаю. Ты знаешь, у нас сейчас не очень простые времена на фабрике. Я получил информацию, что один из влиятельных силовой кур, ну, понимаешь, да, хочет купить пять процентов нашей фабрики. Когда у нас появится третий совладелец, то все наши проблемы исчезнут. Ты понимаешь, к чему я веду? Как не понять? Твой брат Андрей категорически против. Он отказывается продать два с половиной процента акций. Я могу как бы с ним поговорить, чтобы он продал эти два с половиной процента тому человеку, которому я тебя назову. Ну, тогда я понимаю, Андрей потеряет контрольный пакет акций. Да. Но, с другой стороны, это во благо ему. Потому что так он может вообще потерять все. Я согласен. Я с ним поговорю. Значит, по рукам? У меня почему-то такое чувство, как будто я продаю собственного брата. Ну, в принципе, так оно и есть. Ну, это бизнес. Ну, чё лично? Ну, я пойду. Не буду больше отвлекать. Договорились. Спасибо большое. Счастливо. У меня почему-то такое чувство, как будто я продаю собственного брата. Прекрасно. Послушай. Ну, может быть, тебе не стоит в таком количестве глотать эту химию? Ну, почему? Это всё, что нужно для моего организма в современных условиях. А потом я к нему уже и привык. Но ты же химик. Ты фармацевт. Кому как ни тебе знать, что лекарства употребляются строго по назначению или никогда не бывает лекарств без побочного эффекта? К тому же, как химик и фармацевт, я прекрасно знаю, что прерванный курс теряет свою эффективность. Ну, ты вспомни. Ты разве чем-то болел, когда начал принимать это лекарство? Вообще-то, нет. Но это так, в профилактических целях на всякий случай. Значит, если прервать этот курс, ничего страшного не произойдёт, да? Ну, честно говоря, я об этом не думал. Ну, может быть, ты это попробуете? Ну, хоть на один день. Ты действительно этого хочешь? Да. Ладно. Сегодня никаких таблеток, только чай. Привет. Привет. Из два варианта. Или тебе что-то нужно от меня, или мне что-то нужно от тебя. Мне от тебя ничего не нужно. А мне от тебя нужно. Мне нужно, чтобы ты избавился от своей секреторши. Зачем? Она меня пока в пол не устраивает. А меня нет. Она меня бесит. Я тебя очень прошу, пожалуйста, избавься от неё хотя бы на сегодняшний вечер. Я не знаю. Ну, попроси её сходить в подсобку, принести бумагу, что-нибудь такое. Зачем? Мне надо. Ну, пожалуй. Ради любимой сестры. Анна, будьте добры, принесите мне, пожалуйста, из подсобки пачку бумаги. Спасибо. Спасибо. Только женщина может превратить квартиру холостяка в пригодное для проживания место. Да ладно тебе. А ты за эти несколько дней совершил для меня такое количество поступков, настоящих поступков, с большой буквы, сколько все мои мужья вместе взятые не совершили за всю жизнь. Да ладно, чего уж там. Нет, правда. Спасибо вам, Анакентий Глебович. Спасибо вам, Надежда Петровна. Вот когда надо, ничего не найдёшь. Так, ну и кто там так шутит? Откройте, пожалуйста, дверь. Это не смешно, пожалуйста. Я работаю. Я спешу. Откройте дверь. Эй, кто-нибудь меня заперли. Откройте дверь. Т vosotros. Мы сейчас пугаемся. Два. Два. Гричит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok